Ну что, давайте продолжим. Сейчас команда программы MBA. MBA, я молодец, оговариваюсь уже. Программы MBA, Marketing и Brand Management. Наша годовая ДПО программа, программа Андрея Пуртова, будет представлена студентами этой программы, которые совсем недавно, месяц назад, успешно защитились, сделали проект года, сорвали овации от аудитории в этой самой комнате. И сейчас они расскажут, как это было, как они учились, как они сделали свой проект. И давайте мы про это послушаем. Всем привет. Каждый раз, когда вы хотите выступать, каждый раз волнуюсь. Сейчас успокоюсь и хорошо пойдет. Флешбеки защиты просто начинаются. В общем, да, как сказала Юля, мы выпустились месяц назад. И пока у нас эмоции свежие, нас позвали выступить. Маркетинг и бренд менеджмент. Мы собрали рекордное количество номинаций, 10 из 15 штук. Это был фурор. И самые престижные из них – это команда года и проект года. Хотя бы одну номинацию получить в Британке – это уже сложно и очень престижно, а у нас просто был разрыв. Что я тут хотел сказать-то? Да, это был фурор. Ну и, собственно, нас в таком экспериментальном формате позвали поделиться впечатлениями, эмоциями и рассказать вам, что это за курс и, ну, собственно, как мы сделали крутой проект для заказчика. Давайте познакомимся. Меня зовут Влад, мне 29, и я серийный предприниматель последние несколько лет. Самое серьезное из того, чем я занимался, это производство табака для калья, наоборот, в месяц несколько миллионов. И есть в зале кто-нибудь предприниматель или кто хотел бы что-то свое начать, кто этим увлекается? Один человек? Двое? Трое? 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 Хорошо. Я думаю, вы меня поймете, скорее всего, потому что задача предпринимателя все время совершать ошибки. И ты делаешь один бизнес, второй бизнес, третий, четвертый, пятый, шестой, и каждый раз у тебя не получается или, ну, получается не так круто, как ты хотел бы. И, собственно, с этим запросом я пришел в Британку понять, а как делать-то нормально? И вот. Полина у нас второй участник команды, она тоже предприниматель, у нее с мужем медицинская компания, Полимед, они первые в России завезли тесты на коронавирус. И, собственно, тоже пришла с аналогичным запросом. Федя, маркетолог с 10-летним опытом, тоже наш участник команды, он пришел ради нетворка и углубить свои знания, которые он получил еще давным-давно в университете. Также Регина, она проработала в Сбербанке 8 лет в Эвенте, и чтобы в Сбербанке продвинуться по карьерной лестнице, ей нужно было получить дополнительное образование, и в Сбербанке котируется диплом британки, ну, за этим она сюда и пришла. Идея вообще была в чем? Мы должны были здесь выступать в полном составе, все в пятером, но у нас кто уехал, кто приехал, поэтому остались только мы, и вот мы постараемся дать вам максимум пользы. Да, второй выживший из нашей команды. Всем привет, меня зовут Ася, мне 25, я работаю вообще в сфере диджитал-маркетинга и в сфере СММ, как я говорю, уже более пяти лет. И, собственно, я приходила сюда с таким запросом, что, во-первых, мне не хватало моих узкоспециализированных знаний, я понимала, что маркетинг – это гораздо шире, плюс ко мне часто приходят на консультацию разные предприниматели или разные компании, которым необходимо как раз разобрать их диджитал-маркетинг. И я часто понимала, что проблемы на самом деле кроются не в диджитал-маркетинге, и не в красивой упаковке, а у них действительно есть какие-то реальные проблемы с бизнесом, и мне, конечно, хотелось гораздо шире им помогать. И, во-вторых, где-то в глубине души я и тогда, и до сих пор лелею, конечно, идею какого-то своего проекта и своего бизнеса. Я понимала, что я этим курсом могу сразу закрыть несколько задач. Да, что вообще стоит сказать, да, зачем в целом люди приходят на курс? У нас средний, наверное, возраст учащихся ребят, он был около 30 лет. У большинства из них, на самом деле, был большой уже опыт в маркетинге, у кого-то там даже 10 лет, у кого-то даже 15 лет. И очень многие приходят на этот курс с запросом, ну, мол, давайте, удивите меня. И, ну, как бы спойлер, люди удивляются, даже те, кто работает в маркетинге уже огромное количество лет. Что стоит сказать дальше? У нас, когда я приходила на этот курс, я решила, значит, провести количество исследований, шутка про наш курс. Я на самом деле просто спросила у себя в социальных сетях, ребята, я ищу себе, да, программу по обучению маркетингу, кто что знает, кто-то что-то слышал про британку. И мне тогда написали, что, ну, если идти учиться маркетингу, то иди к Пуртову. И я везде слышала, иди к Пуртову, иди к Пуртову. Я такая, кто такой Андрей Пуртов? И, собственно, если сейчас меня спросить, идти ли учиться маркетингу, я вам отвечу теми же словами, которые мне говорили когда-то год назад. Идите учиться маркетингу к Андрею Пуртову. Про Андрея, если коротко, кстати, он большой вообще, у него большая экспертиза в маркетинге, большая экспертиза в стратегии и в брендинге. Я не буду много говорить, потому что можете загуглить, и вы зайдете на его сайт или зайдете на сайт британки, увидите огромное количество крупных брендов, проектов, с которыми он работал. Он выпускал также свой непосредственно журнал. Он преподает в MBA, он преподает непосредственно в EBDA в Runhix. И я думаю, что самое главное, что, наверное, стоит сказать про Андрея, это тот человек, который еще сумел, помимо всего прочего, помимо всех своих регалий, собрать очень крутую команду экспертов и преподавателей на этом курсе. И мы еще не раз будем говорить про классный нетворкинг, который вам будет доступен во время этого курса. Ну и про Андрея я хотел бы сказать, что в течение года лично меня этот человек мотивировал, потому что он такой очень деятельный, и он прям являлся таким энергичным примером, который заставляет тебя сделать невозможное. Что вообще это в целом за курсы? Да, собственно, программа сама, она длится 9 месяцев. И что, наверное, самое важное сказать, основная часть программы, это не теоретическая часть, когда вы приходите на лекцию и слушаете классных экспертов, а это практическая часть, а именно это работа над вашим проектом. У нас было на потоке 30 человек, соответственно, у нас было 6 команд по 5 человек в каждой. Эти 5 команд уже работали отдельно, каждый над своим проектом. Последним пунктом у меня здесь на слайде есть бесконечное количество бессонных ночей. Это то, что, наверное, тоже важно будет сказать, потому что, как вы видите, у нас ребята, у нас у многих в команде дети, у которых сегодня нет. Это не причина, почему они сегодня не с нами. Но многие учились с детьми на коленках, с детьми на шее. Последние фотографии вы можете видеть. У нас был единственный выходной, это была суббота, если не считать рабочие будни, наши вечерние занятия. И у нас занятие обязательно в выходной день воскресенья. Это была суббота, и спустя 10 часов в каворкинге нас оттуда уже выгоняли охранники, потому что мы по субботам работали, собственно, над нашим проектом. Следующий слайд. У меня просто нет кликера. Да, вообще, с чего в целом начинается ваше обучение? Как я уже говорила, это работа в командах. И непосредственно обучение начинается с разных командообразующих лекций и также с лекций про управление проектами. Когда мы пришли, собственно, у нас начались разные задания из серии бумажные пирамиды построить. И мы смотрели на это все, и такие, что здесь происходит. И такие, ну понятно, если у нас весь курс, значит, такое будет. Мы сейчас будем тут делать всякие на лидирующие качества штучки, строить пирамиды. Будет, конечно, очень интересно. Но на самом деле это оказалось очень важной составляющей всего нашего курса. Мы уже потом, на самом деле, спустя какие-то лекции, спустя какие-то задания, чаще всего было так, что в конце этой лекции мы понимали, ааа, вот зачем оно нужно было. Я бы очень хотела вам рассказать про эти два смешных кейса про бумажные пирамиды, туалетную бумагу, но я не хочу спойлерить просто тем, кто пойдет на этот курс и вы столкнетесь с этими заданиями, потому что я думаю, что вам будет просто дико весело. Да, я когда вообще пришел, я такой прихожу, ребята, я пришел деньги зарабатывать, что за бумажные пирамиды, зачем мы это клеим. Но потом понимаешь, ну это реально важно. Да, и тут, значит, перед видео, скажу коротко, одной из таких важных составляющих начала нашей учебы, это была поездка в Смоленск. Это вообще такая традиция у курса маркетинга и бред менеджет, выехать всем вместе в Смоленск, соответственно, у вас будет возможность лучше познакомиться с другими ребятами из вашей команды, вообще понять, как они в жизни и в целом, и как люди. Кто-то, кстати, уже там проявляет свои лидерские качества и уже может такие, ага, ты будешь классным там капитаном. Пока не буду спойлерить, наверное, скажу чуть попозже. Давайте посмотрим. Так, что же происходит сейчас? Как вы знаете, я поступила в Бритаку... ...высшую школу дизайна и первым испытанием, на самом деле, стал не проект, а поход, в который мы, собственно, собрались. Начнем с главной шутки этой поездки, иначе вы не поймете, почему здесь появилось вообще это видео. Это видеоблог! Так, что же происходит сейчас? Как вы знаете, я поступила в Британскую высшую школу дизайна и первым испытанием, на самом деле, стал не проект, а поход, в который мы, собственно, собрались. Начнем с главной шутки этой поездки, иначе вы не поймете, почему здесь появилось вообще это видео. Это видеоблог! Теперь можем продолжать. Чтобы добраться до нашей базы, нам нужно было доехать 4 часа на электричке сначала до Смоленска и потом еще 2 часа на автобусе. После подъема в 4 утра мы были полны сил и решимости. Началось все с того, что мы приехали на базу, и у нас пропала какая-либо связь. Там были очень красивые виды, потрясающая природа, и выглядело все очень мило. Но стоит сказать, что то, что произойдет дальше, не ожидал никто. Так и не будем забегать вперед, просто расскажу вам неофициальное название нашей поездки. И вернемся к логической цепочке нашего повествования. Мы приехали, заселились на нашу базу. С вами люкс, который мы заслужили. Про люкс была не шутка. Сделали небольшой апгрейд до президентского с помощью самодельных штор. И спустя много часов отправились к друзьям Андрея на обед. Это, кстати, Андрей, босс нашего курса. Теперь вы знакомы со всеми персонажами нашей истории. После обеда мы выдвинулись на экотропу, и дождь был уже не так страшен, ведь можно было встретить медведя или умереть от переедания. Далее мы вернулись на базу, и нас ждала бизнес-игра. Из трех фонариков и пластилина нам нужно было сделать новый продукт. Стоит сказать, что мы исходили из боли нашей аудитории. Хоть один из вас испытывал проблему, когда он идет в деревенский туалет. Зачи! И ничего не перескажите! Да! Так на рынке появился новый продукт, и это стульчат с подсветкой. Ставьте, каково вам без этого продукта? Насколько плохо без него? А теперь, пожалуйста! А теперь! Я, конечно, сильно расстроилась, найдя фотографию с этим изобретением в интернете на следующий день. Далее она ждала ужин у костра. Самым важным делом оказалось сварить глинтвейн. Забегая вперед, скажу, что предупреждали о уже не самой лучшей и стабильной погодной ситуации, поэтому сейчас вас ждет прогноз погоды. Пищики Аси, территории Смоленской области. Град! Град с элементами мата, с решением света, с ромом дружбы. Хочу напомнить, что мы находились под Смоленском. Мы погибнем. Я все понял, Жакуб. Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. Совпадение, как говорится, не думаю. Но не стоит сказать, что ничто не объединяет людей больше, чем незакланированная жесть. Ну и наконец-то был готов Глинтвейн. Так, спасибо. Спасибо за внимание. Значит, смотрите. Это видео очень хорошо иллюстрирует ожидание, реальность от этого курса в принципе. Мы думали, что мы поедем на такой, знаете, милый хайкинг, вечер у костра, а в итоге у нас, как я говорила в видео, получилась незакланированная жесть. На курсе происходит приблизительно то же самое. Ваша работа над проектом. Кстати, интересный момент со стульчиком, да, у нас не было связи, мы не могли провести исследование, есть ли такой продукт на рынке. И, как вы видели, на следующий день оказалось, что он там уже на этом рынке, собственно, есть. Поэтому, да, это видео действительно очень хорошо иллюстрирует и вам предстоит реально пройти вот такую школу жизни, как мы прошли это изначально в Смоленске. После, не успев, оправишься после приезда, после вот этого вот всего Смоленска, тут же начинается Деникс. Что вообще такое Деникс и почему он важен? В этот момент происходит выбор команд, выбор капитанов, формирование команд и представление проектов заказчикам. Почему капитаном важно быть? Потому что человек, на котором держится весь проект, и если ты был капитаном в Британке, то, скорее всего, ты видел все. Не знаю, как это еще объяснить. Да, и, наверное, тоже важно сказать. Возможно, Влад поскромничает. У нас тоже один из наших таких шелленджей, который случился во время курса. У нас изначально капитанство досталось Феде. Он набрал наибольшее количество голосов вообще от всего курса. Но нужно очень правильно рассчитывать и понимать свои ресурсы, потому что, наверное, где-то спустя, не знаю, месяца два или три, Федя понял, что он не справляется, и он передал капитанство Владу. И Влад действительно потом оказался человеком, который в целом просто тащил этот проект. И важно понимать, какую на самом деле ответственность на себя берут капитаны. Это очень классно, это круто, это престижно. Но в этот же момент вы должны понимать, что это на самом деле очень большая ответственность. Да, когда определились с капитанами, капитаны набирают людей в команды. Мы проходим тесты Белбина, тесты МБТА и еще какие-то там тесты на распределение ролей. И если кому-то нужно набирать людей в команду, то по этому поводу на курсе очень хорошая практика. После этого идет, собственно, получение проектов. Как это происходит? Приезжает заказчик, презентуется, и капитаны идут, и из конверта наугад достают проект, кому что достанется. В нашем году проектами, ну вообще всегда на курсе очень крупные бренды являются заказчиками. И в нашем году, к примеру, это были Сбери Гугл, космическая частная компания Success Rockets. Но ладно, еще космическая частная компания, самая просто невероятная, для чего можно делать маркетинг, это особая экономическая зона, биополис, которая объединяет науку и предпринимателей. Это просто, блин, как для этого делать маркетинг, я не понимаю. Но ребята потом разобрались, и все круто. И IT-бренд Ланит БиПиЭм. Все заказчики реальные, они потом приходят на защиту, многие стратегии внедряются. И это круто, потому что ты работаешь над реальным проектом, и не работаешь в стол. И чтобы вы не пугались, на самом деле, что типа мега важная задача, на курсе очень крутые преподаватели и менторы. Спасибо нашему ментору Гале, которая сегодня нас пришла поддержать. У, Галя! Из преподавателей, ну, кого хотел бы отметить, самых таких ярких, это Чернышев из Дода, Степанов из Яндекса, Стулова из Денсу, Сбербанк, Скорбогатова из PVC. В общем, все просто мега крутые эксперты. Многие из них очень часто на связи, что на самом деле очень радует. Например, когда мы строили нашу юнит-экономику и финмодель, мы просто задергали нашего преподавателя, мы раза четыре дополнительно созванивались. Ну, очень круто, но то, что тебе идут на встречу, а с менторами мы так вообще просто постоянно по шесть часов в день сидели, общались. Так что в этом плане можно не переживать. Как я уже сказал ранее, собственно, реальный проект, и как следствие у вас будут реальные проблемы, нам изначально выпал проект LG. И спустя месяц где-то мы уже провели глубинное интервью, все эти наши качественные исследования уже прям все перерыли. Задача у нас была омолодить бренд на зумеров, на молодую аудиторию. И из-за бюрократии у нас меняется заказчик. И в чем здесь прикол вообще? В любом другом заведении вам бы сказали бы, ну, делай кейс-100, ладно, бог с ним, пусть у тебя LG будет. Но здесь не так. Андрей нам за три дня находит нового заказчика. И у нас был Абрау Дерсо, производитель номер один игристого в России. И задачу, которую мы, собственно, получили, это выход на рынок безалкогольно-газированных напитков. И, казалось бы, ну что, простая задача по сравнению с Биополисом или другими более крутыми проектами. Да, то есть у ребят были задачи, то есть, например, у IT-компании там вообще была задача с HR, мы смотрим на Биополис, экономическую зону. Когда мы видим нашу задачу, вывод безалкогольно-газированных напитков, мы просто в этот момент делаем, сейчас мы, значит, сделаем вам этот безалкогольно-газированный напиток, но давай дальше, Влад, ты продолжишь? Ну, как это зачастую бывает, дорога к успеху вот как внизу, вот так вот она выглядит, ты мечешься туда-сюда, и ничего просто непонятно вообще. Ну, как бы в итоге выглядит как будто вот ты взял и все сделал круто. На самом деле нет. И если характеризовать главную проблему, как я могу ее характеризовать, ну, на полку просто посмотрите, здесь занято вообще все. Вот, ну, куда ты встанешь с этой газировкой? Тут кола есть, пепси есть, даже если они там ушли, то на их место тут же встают черноголовые, Ловко, Очакова, там, сотни других производителей. Наша задача сделать довольно большой объем продаж. Бизнес-цель у нас 10 миллионов бутыл в год. Ты можешь, конечно, занешеваться и сделать какую-то крафтовую нишевый вариант, но Абрау это не очень интересно. Да, ты найдешь какую-то свою аудиторию, но она довольно очень узкая. И, ну, первые месяцев пять мы просто, наверное, как будто лбом в бетон бились и не понимали, что же делать, куда идти. И как же нам, собственно, решать-то эту задачу? У нас на курсе есть инструменты. Эти инструменты даются по модулям. Эти модули делятся на исследование, стратегия, продукт, бренд и коммуникации. И давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Самый первый блок – исследование, анализ. Это когда вы оцениваете ситуацию, определяете своих стейкхолдеров, смотрите вообще, что происходит. То есть какие рынки есть, сколько денег на этих рынках, кто ваша целевая аудитория вообще, что нужно этим людям. И что вообще делать-то в условиях неопределенности, непонятно как бы когда ничего. И ответы все на эти вопросы мы находим в этом модуле. Скажите, пожалуйста, аудитория в зале, я могу очень много рассказывать про инструменты, но на тестовых прогонах я так понял, что люди засыпают на этом моменте. Кому-то интересно будет послушать? Поднимите руку, пожалуйста. Старые слайды. Да, у нас на самом деле просто, ну чтобы вы понимали, наш проект, это была, конечно, большая презентация исследований, но изначально вообще наш проект – это 700 страниц нашего диплома. И вот эти 700 страниц на нашей защите мы попытались уложить в 40 минут, рассказать про все наши инструменты. И когда мы поняли, что нам нужно рассказать вам и про курс, и про наш проект, мы такие, ладно, такие просто расскажем в общих словах. Я думаю, что мы все равно углубимся частично в какие-то отдельные блоки, можем, да, самые, наверное, такие яркие моменты. Да, давайте, знаете, вообще как сделаем. Если есть какие-то вопросы, прям задавайте сами сейчас, и у нас в конце еще будет сессия вопросов и ответов, и я постараюсь на все максимально ответить. В общем, первые несколько месяцев мы мучились над исследованиями и анализами. Что мы вообще делаем в этом модуле? Мы анализируем рынки, мы говорим с экспертами, проводим качественные исследования, проводим количественные исследования, используем различные инструменты, как пять силпортеров, например, что конкретно мы делали? Первым делом мы смотрим на рынок газировки в целом. Отдельный, кстати, момент в Британке классный. Я говорю, мне нужен эксперт из Кока-Колы, блин, ну с кем-то нужно поговорить, кто в газировке разбирается. И очень круто, я тут же вечером говорю с этим экспертом и задаю все вопросы, которые меня интересовали. Это прям для меня вау-момент был. И, собственно, говоришь с экспертом, с другим, с третьим, более-менее примерно определяешь ситуацию, ты определяешь стейхолдеров. И, например, здесь слева это инструмент пять силпортера. Я думаю, кто в маркетинге работает, более-менее знает, что это такое, ну ты определяешь ситуацию на рынке просто. И мы прогоняли его по одному рынку сначала газировки, потом мы сузились до рынка натуральных лимонадов. Мы смотрели натуральный, не на натуральный, в общем много на что. И справа, например, вы видите отличительную черту этого курса. Это как здесь сегментирует целевую аудиторию. Можно, конечно, классический соцдем использовать, ну так уже давно никто не делает. И вот это вот очень крутой подход. Мне очень нравится. Называется компас архетипов. Как мы его делаем? Мы сначала прогоняем глубинное интервью, ну скринер гает, как обычно, все это делаем. И спрашиваем у людей, собственно, что им нужно. И потом вот эти их потребности, людей, мы ранжируем по типу принятия решения. Например, рациональное или эмоциональное и активное и пассивное. Может не так подробно. В общем, самое главное, на самом деле, что стоит сказать про этот модуль, исследование, анализ. Это самое сложное, что было, потому что мы постоянно метались. У тебя есть несколько рынков, у тебя есть несколько целевых аудиторий. Ты можешь быть масс-маркетом, ты можешь быть премиумом, ты можешь быть зожником, ты можешь там свою целевую аудиторию, вот вы можете видеть там приблизительный, да, наш компас. И мы возвращались, на самом деле, к вот этому моменту. Не один раз в ходе нашего проекта, если вы думаете, что у нас сразу получилась вот эта вот наша условно-целевая аудитория, наши рынки, то вы очень сильно ошибаетесь. Они, мне кажется, где-то на середине, наверное, только курса у нас… Вот это мы делали до середины курса, а после середины курса, в общем, до самого конца исследования, анализы все так же и продолжаются, ты просто более опытный в этом становишься и руку набиваешь. Если говорить конкретно про наш проект, нам очень помогло в определенный момент понять, куда же идти дизайн мышления. Мы… Вот если представить, что делать, как пространство выбора, мы можем пойти вот сюда, там, в сегмент заместителей Кока-колы, можем пойти вот сюда, вот сегмент, там, натуральных лимонадов, мы можем туда, сюда, и вот это вот все огромное пространство выбора, ну, не хватит ресурсов и времени, чтобы изучать. И в определенный момент, спустя 400, там, часов исследований и 50 глубинных интервью, уже накапливается достаточное количество информации, и в определенный момент, спасибо дизайн мышлению, ты понимаешь, а какую же задачу ты решаешь. И когда нас осенило, это просто вау, это настолько просто, и при этом настолько сложно. Мы выводим алкогольный бренд на безалкогольный рынок. Из анализа ресурсов мы, например, определили, что у нас есть там ресурсы бренд, у нас есть туристическая зона, то есть мы начинаем уже не с нуля, у нас уже есть ресурсы обраудерсо, и это следует использовать. И, ну, собственно, когда ты понимаешь, куда тебе нужно идти, определенное направление, все становится просто в разы легче. И очень важный момент в британке, то, что она учит тебя думать в первую очередь. И, собственно, как у нас это было, в глубинных интервью мы определили такой сегмент, как коктейльчик. Это люди, которые смешивают газировку с алкоголем, и мы такие, ну, блин, алкоголь, и заказчик тоже алкогольный. Но давайте посмотрим еще раз. Мы провели там еще 15 глубинных интервью повторно уже с этой новой целевой аудиторией. Мы определили рынок с рынком. Какой интересный момент? То, что в сознании потребителя, когда он делает коктейли дома, ему без разницы, что он там мешает для вкуса. Либо безалкогольный напиток, либо алкогольные напитки, например, опероль, мартини фьерра. Ему главный вкус коктейля. Он воспринимает коктейль, ну, как коктейль. Собственно, на таком рынке мы и конкурировали, и, наконец-то, спустя кучу исследований, анализа мы его определили. И потом, когда, наконец-то, определяешься ты с рынком, у тебя встает вопрос, а как же на него заходить? А как отстроиться от конкурентов на этом рынке? В какие каналы продаж наиболее выгодно продавать? И все это мы проходим в модуле стратегия. Мы там учимся генерировать стратегические решения, креативные техники создания стратегических решений, модифицированный сфотанализ. Короче, бог с ним. Самый венец стратегии, что вот это вот происходит. У нас вот есть куча стратегических решений, вот эти вот столбцы. Что мы там можем пойти сделать? Я не знаю, создать собственный контентный продукт, встать в хорику. А, кстати, по поводу хорики интересную историю хотел рассказать. Мы, когда собирали информацию, мы пошли на продэкспо, чтобы методом тайного покупателя поговорить с дистрибьюторами конкурентов на Тахтаре. Ну, то есть мы маскируемся под покупателей и идем к вот этим нерусским дистрибьюторам разговаривать и спрашивать. Ребята, а как вы к успеху-то пришли? Как вы на Тахтаре продвинули? А он очень хорошо продвинулся по продажам за последнее время. Ну и, собственно, мы выудили секрет, что они двигались через хорику. И эта гипотеза оказалась на проверку потом верной, потому что очень часто безалкогольные напитки, чтобы облегчить вход в ритейл, начинают продвижение через хорику. То есть британку учат вот таким вот нестандартным способом добычи информации. Так, ладно, возвращаемся к нашим стратегическим решениям. Вот вы делаете стратегию, у вас накапливается там штук, сто этих стратегических решений. Они тут все классные, все креативные. А что с ними делать, непонятно, потому что, ну, их много. И стратегию-то нужно как-то собрать, понять, что делать. И у нас есть бизнес-цели, которых мы хотим достичь. И, собственно, вот этот инструмент, ну, он один из моих любимых, потому что он как бы вносит ясность. Это инструмент управления сложностью. Здесь ты, собственно, выбираешь наилучшие стратегические решения. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что для меня все понятно, но мне кажется… Да. В общем, спасибо. Очень хочу рассказать. У нас есть вот стратегическое решение, которое мы где-то сгенерировали, например, в модифицированном свод анализе или там по стратегии какой-то, которые мы проходим. Матрису ансофит уже самую простенькую, если взять. И у нас есть цель, например, достичь 10 миллионов покупок в год в сегменте безалкогольных наших вот этих вот примиксов. И методология довольно простая. Кружочки, они ставятся по методологии, а здесь должны быть циферки. И это просто оценка вот этого решения. Насколько вот это вот решение влияет на достижение вот этой цели. И вот так вот все решения прогоняешь и понимаешь, какие из них наиболее эффективные. Вот у них эффективность. И потом, собственно, ты оцениваешь ресурсоемкость приблизительно либо коллегиально всей командой в 5 человек, либо привлекаешь эксперта и оцениваешь, а насколько нам сложно будет вот это сделать. И получаешь, собственно, пул стратегических решений, которые ты будешь продвигать. И в нашем случае с нашими основными стратегическими решениями, что мы решили делать, это, собственно, создавать коктейль, создавать контентный продукт, которым мы позже расскажем, собственно, встать в нашу хорику, любимую, и проведение фестиваля в центре туризма Абраудерсо, потому что у Абраудерсо есть очень крутой свой ресурс, у них есть своя классная туристическая зона, если кто там был, они потом возвращаются мега лояльными клиентами. Перейдем к продукту. Да, собственно, что вообще важно сказать про продукт. Продукт это уже та часть, вы уже выбрали, собственно, какие-то стратегические решения, вы уже приходите к чему-то физическому. И тут вам нужно понять, во-первых, что удовлетворит потребности вашей целевой аудитории и одновременно с этим решит задачу вашего бизнеса. Что важно сказать про продукт? Наверное, Влад, давай на следующем слайде с прекрасной цитатой. Да, суть в том, что вашим еще продуктом на курсе может быть что угодно. Когда вы получаете задачу вывод безалкогольных газированных напитков на рынок, это не значит, что вы должны делать безалкогольный газированный напиток. Как мы говорили, это может быть уже что угодно. Это может быть создание сайта, это может быть создание мобильного приложения, это может быть создание собственного фестиваля в центре туризма. То есть, в принципе, это может быть любое решение и любой продукт, в кавычках продукт, то есть не то, что обязательно можно потрогать и пощупать, что решит задачу вашего бизнеса. Следующий. И, соответственно, мы переходим к тому, что нам необходимо создать будет свой продукт. Это безалкогольный коктейль. Наверное, Влад, коротко о безалкогольном коктейле. Да, вообще над продуктом мы очень долго думали. Мы хотели не быть банальными, не делать, ну, просто коктейли. И там вообще такая интересная история, что мы смотрели на стратегию продвижения через хорику там и на приложение, на что-то еще. Но в итоге, когда мы провели повторно глубинное интервью уже под конец учебы, собственно, с нашей целевой аудиторией, мы поняли, а что же на самом деле потребителю нужно. И, собственно, нужно-то ему коктейли. И мы классный инсайт нашли, то, что хорика у нас после 24-го немножко подзакрылась. И люди, с которыми мы общались, проводили глубинное интервью, они говорят, я хочу коктейли, но дома их сложно делать. И на самом деле, если на полку в ритейле посмотреть коктейли, какие-то качественные для дома сделать просто сложно. Нет такого продукта. Ты можешь купить либо фруктоняню какую-то в баночке, либо швепс, но это не то, это все-таки не то, что ты в баре получишь. И мы начали делать коктейль, все просто. И продукт у нас разделяется на 5 частей. Это упаковка, вкус, цвет, подача и контентный продукт. Как это вообще все делается, мы собираем ожидания потребителя, спрашиваем, а что вам нравится, что вам не нравится, что вы хотите. То есть с потолка мы не можем ничего взять, конечно. И делаем это. Например, вкус. Мы собрали ожидания потребителя, провели количественные исследования, определили, какие вкусы наиболее нужны. И для определения характеристик продукта мы идем к экспертным барменам и делаем с барменами вкус, который нужен потребителю. Классные вкусы собрали. Упаковку, бутылку тоже нам пришлось создавать. И мы здесь сколлаборировались с учащейся британкой дизайнером Натальей Волошановской. На слайде вы видите этапы работы над бутылкой. Да, у нас была бутылка объемом, соответственно, 0,33. То есть, опять же, мы сходили, мы проводили исследование, понимали, да, какой должен быть объем, понимали, как это все должно выглядеть, какие вообще характеристики должны быть у нашей бутылки. и непосредственно, по-моему, следующий слайд. Да, и главной задачей было вообще, все потребители хотели, чтобы она была красивенькая, чтобы была хорошим дополнением к столу, но и при этом, чтобы она удобная была, сочетала в себе юзабилити. И когда общаешься с потребителем, понимаешь, ну как же это все должно быть, собственно, здесь, что мы сделали, это крышку, чтобы было удобно открыть любой девушке легкую, пересмотрели 8 вариантов этих крышек. Например, рельеф в виде волн зачем добавили, потому что потребитель, когда держит бутылку, запотевшую из холодильника, она немного выскальзывает из руки, и это должно вроде как облегчать юзабилити, удобство бутылки. Как вы понимаете, любая деталь здесь будет обоснована исследованиями, и все на самом деле кажется вроде так просто, но на самом деле действительно каждая там условно даже маленькая выемка на бутылке была на самом деле принятым решением на основе исследований. Да, дальше у нас начался непосредственно этап брендинга, и так мы поняли, мы 7 месяцев отказывались от того, что мы будем выпускать лимонад. Мы такие, да-да-да, мы сделаем все, что угодно, кроме лимонада, лимонад, обрау, дюрсу и сам сделает. В итоге мы понимаем, что нет, нам нужно делать, теперь нам нужно, значит, как-то это все будет красиво упаковать. Мы думаем, окей, ну сейчас сделаем этикетку, как бы в чем проблема. Но тут ты действительно начинаешь понимать, что во-первых, очень сложно отстроиться от конкурентов, действительно сделать в брендинге что-то такое, чтобы тебя могли как-то отличить, у тебя были свои особенности, да, и во-вторых, тебе нужно, да, донести ту ценность, что у тебя есть. Что стало вообще таким основной проблемой у нас? Основной проблемой у нас стало то, что в глазах потребителей мы часть алкогольного коктейля. Соответственно, мы конкурировали с брендами, которые являлись тоже частью коктейля. И, соответственно, это были не только безалкогольные бренды, да, как, например, там, Тоники, да, Швепс и Сан-Пелегрино, а также это были и алкогольные бренды, Апероль, да, например, и Мартини. И вот, значит, мы начинаем их анализировать, мы делаем карту восприятия брендов, мы делаем пирамиды бренды, понимаем, что у них все они играют на той же территории, на которой хотим играть и мы. А это, соответственно, удовольствие и единение. Единение – это когда вы совместно проводите время в компании. Не знаю, на сайте, что вот мы вместе тусуемся, нам классно, весело, и мы кайфуем от жизни. Мы такие, классно, мы тоже так хотели вообще-то, но что же нам делать? К чему мы приходим? Мы, во-первых, возвращаемся к нашим сильным сторонам бренда. Мы уже, да, говорили о том, что, значит, у нас есть ресурсы, которые от Абрау Дюрсо. Мы возвращаемся к потребностям нашей целевой аудитории и, соответственно, все это переупаковываем в пирамиду нашего бренда. Что самое главное здесь, это выделено, это наши, да, условные точки отличия. Это выглядит, что на самом деле это сделать все легко, но перед этим ты делаешь большое количество инструментов, которые тебе наконец-то ты просто вот рожаешь вот эти вот точки отличия, которые дальше будешь транслировать. Соответственно, у нас это становится барная экспертиза, да, и уникальные вкусы от барменов сделаны в России и местные натуральные ингредиенты. Далее мы перешли к неймингу. Соответственно, тоже у нас было достаточно большое количество инструментов, которые мы проходили касательно нейминга, но финальное решение все равно мы прогоняли на количественных наших исследованиях. Здесь вы можете видеть разные варианты названий, и мы пробовали и, соответственно, и английский, и русский, потому что на тот момент уже появились новости, да, о том, что должны, что могут попросить переименовывать как это, этикетки, да, на российский, именно на русский язык, что они были на русском языке, да. В этот момент мы такие, что делать, надо еще и русское название придумывать. И мы, соответственно, по второму разу делали инструменты, придумали русское название, но в итоге у нас все равно победила Сан Абрау. Да, Сан Абрау, соответственно, с отсылкой к, собственно, нашему бренду Абрау Дюрсо. Дальше мы перешли, наконец-то, к той самой этикетке, о которой мы говорили с самого начала, что мы думали, что мы сейчас только вот это сделаем и, значит, расслабимся. Тут, что важно, мы уже говорили про вот эти точки отличия из пирамиды бренда. Нам надо было это теперь как-то все перенести на нашу этикетку, чтобы все было понятно. Здесь вы можете видеть наши тщетные попытки сделать это. Можно это не фотографировать. Это ушло на доску позора. Нет, на самом деле здесь просто, да, недостаточно были перья, но у нас здесь должна была быть барная какая-то эстетика, да, у нас более клубные варианты такие получались. Соответственно, мы пробовали и перенести натуральные ингредиенты, и как-то, да, наше географическое местоположение, но все это было не то, к чему мы в итоге пришли. Это наш финальный, да, дизайн непосредственно уже этикетки на бутылке. Что важно сказать, мы ее делали с Аленой Жокиной. Она бывший преподаватель британской высшей школы дизайна. Это еще одна наша благодарность британке, опять же, нетворкинг, опять же, то, что ты можешь обратиться к преподавателям, можешь обратиться к учащимся других курсов и действительно у них получить помощь. Соответственно, все наши местные ингредиенты у нас наверху. Коктейльная барная экспертиза у нас нарисованы, коктейли в самом низу. И, конечно, еще у нас была одна проблема. Мы бы могли сделать классный, модный, яркий, современный, невероятный дизайн, но у нас есть бренд Абрау Дюрсо. Мы не можем тоже его восприятие размывать. Поэтому нам важно было сохранить вот этот какой-то классический дизайн, с отсылкой на сам бренд Абрау Дюрсо. Единственное, что мы все-таки сделали такую яркую иллюстрацию в виде солнца посередине, чтобы чуть-чуть все-таки осовременить наш бренд. Чтобы… А? Чуть дальше расскажем, зачем мы еще солнце сделали и проводили количество исследований. Мы просто в восторге были, когда спрототипировали продукт. 84% респондентов понравилось. Да, да, соответственно. Мы такие, вау, класс. Неожиданно. Да, соответственно, когда мы еще выступали на защите, у нас были, соответственно, еще какие-то сопутствующие элементы, чтобы показать наш брендинг. На защите мы выступали тоже в футболках «Открой лето» и вообще такая… Потом мы еще расскажем, что достаточно важная составляющая вашей защиты – это принести что-то, устроить какой-то перформанс, показать ваш продукт. То есть если это сайт, чтобы можно было там, не знаю, отправить ссылку, его пощупать. В нашем случае это была бутылка. Мы сами пришли в своем же мерче. Просто здесь мы еще не показываем. У нас был, соответственно, наш слоган «Открой лето». А нет, он, по-моему, был на пирамиде бренда, если не ошибаюсь. Да, «Открой лето». Вот, соответственно, мы его просто здесь не спойлерили, потому что показывали это на защите до того, как презентовали «Открой лето». И что еще важно было решить с помощью брендинга – это то, как мы будем выделяться на полке, как мы будем вообще отстраиваться от конкурентов визуально. И для нас, конечно, тоже важный момент, стал как раз белая этикетка, потому что она очень выгодно вообще смотрится на полке и привлекает в себе внимание по сравнению с остальными. Она контрастирует с вот этими нашими оттенками пастельными ярких цветов. Так, коммуникация. Дальше, да, мы пришли к блоку коммуникации. Это вообще такой последний, заключительный блок на нашем курсе был. Что тут важно сказать? Этот блок, он, наверное, может показаться, да, наверное, в сравнении с остальными, чуть-чуть легче, но тут важно понимать, что тут достаточно большой объем информации вам все равно предстоит перекопать. Да, здесь вы можете посмотреть, да, основные какие-то задачи, которые мы можем решить. Самое вообще главное – вам нужно понять, где ваша аудитория сидит и что она потребляет. И уже после этого вы должны понять, что мы ей тогда будем показывать. У нас, вот, например, да, один из инструментов – это consumer decision journey. Что здесь мы понимаем? Мы здесь понимаем какие-то, да, потребности наших… Как это называется? Нет. Да, потребности. Это методология от Google. Господи, как рассказать-то попроще. Вот, да. Моменты принятия решений потребителям. Например, на этапе самого первого стимула нулевой момент правды, первый момент правды и последующий момент правды. То есть, например, как потребитель принимает решение в момент, когда он думает купить. О чем потребитель думает, когда он уже, собственно, покупает. Либо в каком-то ресторане, либо в ритейле, либо в маркетплейсе. Все это учитываем, все это исследуем. И, собственно, это, что он делает после покупки, насколько он доволен. Все это исследуем, все это учитываем. Да, и, да, соответственно, вы это смотрите по разным вашим каналам коммуникации. То есть, это там условно и социальные сети, это может быть также и ТВ. И у вас в конце в итоге выходит такая система коммуникации, где вы еще и пишете медиаплан. Здесь, да, можно видеть, как у нас все между собой взаимодействует. Я думаю, что, да, вы можете сфотографировать. Сейчас мы не будем подробнее. Если у кого-то будут вопросы, мы можем тоже к этому вернуться. И давай, наверное, такое интересное наше решение. У нас сзади, на задней стороне этикетки был QR-код, да, с историей про лето, что лето у тебя уже в руке, тебе осталось только его открыть. И нашим интересным решением это было создание нашего чат-бота. Одной из потребностей нашей целевой аудитории стала потребность в полезном контенте. И, соответственно, мы понимали, что мы должны сделать какой-то контентный продукт, который будет эту потребность закрывать. И, конечно, у нас была свободная ниша социальных сетей. Почему? Потому что остальные бренды-конкуренты были там достаточно плохо представлены. Как вы помните, я говорила, что у нас, когда мы были на этапе брендинга, это Швебс, это Сан Пелегрино, это Апероль и Мартини. У них это больше имиджевая история. У них нет в социальных сетях той истории, что они там как-то особо взаимодействуют со своей аудиторией. У нас была великолепная возможность закрыть потребность полезного контента и залететь в социальные сети. Соответственно, ты сканируешь QR-код с этикетки и приходишь на чат-бот. В чат-боте ты можешь посмотреть классные полезные гайды по созданию вечеринки, где у тебя будут рецепты. Также у тебя будет «Пойдем пить коктейли». Так как мы планировали еще одним из наших продуктов делать предложение для Хорики, соответственно, у нас была бы своя карта мест в России, где мы представлены в Хорике. Соответственно, ты тыкаешь и можешь выбрать адрес, где ты можешь выбрать коктейль Абрау Дюрсо, в каком месте, в каком городе. И, соответственно, последнее хочу заказать. Конечно, нам тоже были важны непосредственно продажи. И если ты уж перешел с этикетки на наш чат-бот в Телеграме, то непосредственно ссылочка на Marketplace и где ты можешь заказать коктейль наш безалкогольный. Кликер я украла. Так, ну и венчается все это прекрасное безобразие из-за учения в 9 месяцев защиты. И классный момент на самом деле. Вы собираете это все в кучу. И если до этого у вас проект размазан на 700 страниц, и вы не видите его целиком, а потом на защите вы его увидите, это очень круто. На самой защите приходят, у нас было сколько, 13 экспертов, все там по 30 лет опыта, самые крутые просто эксперты, что могут только быть. И они дают тебе свой объективный фидбэк. Да, как я уже говорил, у нас самый сложный челлендж, который у нас был во время защиты, это нам надо было наши 700 страниц диплома. По-моему, у нас было 100 слайдов, да, презентации? Да. Нам надо было уложить их в 100 слайдов презентации и в 45 минут речи. 45 минут речи, это когда нам уже добавили дополнительные 5 минут, потому что поняли, что мы своими 40 минутами никак не успеваем. Мы тут как бы вам пару слайдов показали, которые у нас были из нашей презентации, но, конечно, это был особый челлендж, мы выверяли буквально просто секундомером каждое слово, меняли порядок слов, чтобы это звучало быстрее. Это было на самом деле достаточно очень серьезно, и когда ты понимаешь, что в этот момент у тебя сидят в жюри ребята, точнее, не ребята, а взрослые люди, да, тоже из FMCG, да, из ритейла, и ты понимаешь в этот момент свою ответственность, потому что эти люди оценивают твой заказ как реальный кейс, может ли он жить, действительно ли это жизнеспособно, и, соответственно, часто тоже приходит наш заказчик, к сожалению, не смог приехать, но в основном заказчики приезжают также на защиту, и во время всей учебы вы постоянно коммуницируете со своим заказчиком, и многие на защите уже говорят о том, что да, мы уже попробовали что-то внедрить, да, мы уже планируем что-то внедрять, и это действительно очень крутое ощущение, когда ты не просто учишься на каком-то, не знаю, кейсе воображаемом и там придумываешь какие-то цифры, а ты работаешь с реальным проектом, получаешь от него иногда какую-то информацию, и в итоге ты можешь получить, да, не просто то, что ты сделал классный проект года, а реализованный проект, который можно засчитать тебе в портфолио. Это сейчас коротенькое видео с нашей защитой. Начнем с того, что когда я поступала в Британку, я думала, что это будет такое легкое, вдохновляющее приключение, обучение, а в итоге оказалось, что это была жесткая школа жизни. Тебе дают пройти путь и сделать ошибки, чтобы потом выйти и сделать проект без ошибок. Классный, достойный, которым ты мог гордиться. трек. Трек консалтинговый, он связан с отработкой этих инструментов, методик, которым они учатся на курсе. Первые две команды, мне кажется, отлично выступили. Соответственно, Браудерсо и Саксэс Рокетс. Сейчас третья команда защищается Гусь Кузьминки, еще после обеда еще три команды. Мне кажется, все идет хорошо, людей много в зале, ребята довольны. Ну, посмотрим, что скажут жюри. Сейчас буду на обеде подглядывать этих ведомостей. Я переживала. Я всегда, я очень в этом плане эмпатичный человек, и у меня было ощущение, что я сама защищаю свой проект. Мне хотелось выйти, отвечать за них на вопросы. Ребята справились. Я в огромном восторге, потому что все, что касается инноваций, это в 10 раз сложнее, чем любой классический бизнес, каким бы он ни был. Космос, это тоже в 10 раз сложнее. А когда это инновационный космос, это их 100, плюс ситуация, которая сложилась в мире, рынки очень сильно трансформировались, менялись. И ребята показали, что они гибкие. Вот это, конечно, было невероятно красиво, интересно видеть. Защита — это не негативный подкрас имеет, а больше какой-то эмоционально заряженность в плане позитива. Это было круто. Наконец-то, во-первых, презентовать, что ты финально предлагаешь своему заказчику, увидеть отклик у других людей, что это действительно классный проект, что он имеет право на существование. Я бы, конечно, поставила максимальную оценку. Возможно, снизила бы чуть-чуть, потому что все равно идеал недостижим. Ну, наверное, мы все-таки еще чуть-чуть поговорим. Да, про, соответственно, про защиту, да, мы уже вам коротко рассказали, но у нас еще есть видео от Полины. Мы вам рассказывали. Погоди. Ой, подождите, очень важный слайд. Да, я, наверное, скажу тоже такую вещь, которая до сих пор вот эти эмоции переживается, потому что мы, наверное, были той командой, которая, господи, нам бы сделать проект. Вот, мне кажется, у нас под конец вообще не было никаких амбиций касательно проекта Гола. Нам нужно было показать то, что не стыдно показать, чтобы это вообще было как-то реально и применимо к жизни. И в этот момент мы выходили такие, ну, сейчас, приз зрительских симпатий получим и нормально. То есть, действительно, мы в какой-то момент уже понимали, что нам вообще было не важно это все. Нам нужно было просто сделать проект. И, конечно, когда это действительно высоко оценили эксперты и когда мы действительно получили большое количество номинаций, в этот момент, помимо всего прочего, ты понимаешь, что, блин, все это было не зря. Я действительно тут чему-то научился. Я действительно могу сделать что-то, что реально может существовать и что в целом вообще может быть на рынке. Да. И теперь вернемся, собственно, к Полине. Это одна из… Полина тоже хотела с нами очень быть. У нее вообще классная ситуация. Она тут же все инструменты с учебы применяла сразу же в своей компании. Она ее трансформировала за год очень сильно. И мы ее попросили дать фидбэк, какие фактические инструменты ей в бизнесе помогли. Всем привет. Меня зовут Полина. Мне 3-4 года, и я закончила курс Андрея с этими классными ребятами. Мне на самом деле очень повезло, потому что практически все инструменты, которые мы проходили, я могла применять на практике. У нас с мужем медицинская компания Полимед. Начинали мы с того, что привезли первое и зацертифицировали в России экспресс-тесты на COVID. Дальше мы развивались в сторону лабораторной диагностики. И на данный момент у нас медицинская диагностическая компания в 40 городах России, а также собственные аптеки и разработки в области экспресс-диагностики по ветеринарии. С своей стороны хочу отметить, что стратегический блок на курсе очень сильный. Он неразрывно связан с бизнес-логикой и процессами. В минуту нашей финансовой депрессии в компании они помогли мне скорректировать коммуникационные и маркетинговые цели и таким образом не потратить деньги впустую, а пересмотреть бизнес-модель и найти новые точки роста. Также отдельно могу признаться в любви ценностного предложения Астер Вальдера, которому уделяется особое внимание на курсе. Благодаря его ему наши рекламные компании стали приносить в 100 раз больше денег и это не шутки, это правда. И часто вспоминаю матрицу BCG, она помогла нам амтомизировать портфель продуктов и вовремя вкладываться в перспективные проекты, переводя финансовые ресурсы от дойных коров. А в нашем случае, например, это переход от экспресс-тестирования для человека к животным, потому что пандемия выступила мощным драйвером развития рынка быстрой диагностики не только для человека, но и по всем направлениям. Также часто вспоминаю системную динамику, очень непростой, но очень интересный материал для человека, который следит за бизнес-процессами и за рынком в целом. Он, например, помог нам скорректировать цены и задуматься о собственных разработках, таким образом не остаться на одном поле с компаниями, которые выступали новаторами в своей сфере, в своем рынке, но не выдержали конкуренции, со временем разорились. Отдельная благодарность курсу для знакомства с профессиональными и опытными спикерами было интересно не только слушать их академический материал, но и узнать об их жизненном опыте. Это всегда вдохновляет. Ну, а в целом, если говорить от себя, конечно, закат обучения, вот так подытожить, а что ж ты понял? Лично я для себя, ну, у меня жизнь как будто наду и после поменялась уже другим человеком выходишь. Конечно, это глубокие знания, конечно, нету, конечно, больше уверенности в себе, больше понимания, уже не пойдешь ломать дрова в новом бизнесе уже все проанализируешь, продумаешь уже, ну, как бы более уверенно понимаешь, где зарабатывать деньги. Но самое главное, что дает британка, на мой взгляд, она учит думать, потому что инструменты, как отметила Полина, системная динамика или дизайн мышления, да даже самая простая бизнес-модель, когда ты этот бизнес-модель канвас прогоняешь уже по восьмому разу, переделываешь и адаптируешь его, ну, чтобы он нормальный был, у тебя голова начинает работать таким образом, и ты начинаешь выстраивать свое мышление от потребителя, собственно, по бизнес-модели. Это очень круто. Спустя учебу понимаешь, что, ну, блин, реально думаешь по-другому. Все, наверное. Ну, да, наверное, как я говорила в самом начале, для меня это тоже были достаточно большие ожидания, реальность от курса. Я думала, что я тоже действительно приду такое, получать легкое образование. В итоге получилось очень прикладное, и очень бизнесовое. И действительно, ты начинаешь смотреть на все процессы гораздо шире и гораздо глубже. И что самое классное, он дает классных людей. Этот курс, это 100%. как мы уже говорили, приходят ребята, и которые работают в маркетинге, и которые не работают в маркетинге, но все эти люди с колоссальным крутым опытом, и даже те же самые, там, условно, навыки, какие-то работы в команде или еще чего-то, они реально просто безумно бесценные. И я не ожидала, честно скажу, что этот курс будет настолько сильным и настолько круто, действительно, может поменять. И, наверное, Влад еще поскромничает. Я не поскромничаю. В следующем году Влад будет ментором. Ментор – это тоже достаточно такая престижная вообще-то, престижная опция. Это человек, который помогает вашей команде на проекте. То есть он уже проходил этот путь, он знает, что делать, он знает, куда идти. Влад действительно очень сильный человек. Он действительно, наверное, ну вот есть люди, которые погружаются в проект на 10%, на 20%. Мне кажется, Влад – это 99%. Он действительно тот человек, который понимает вообще все, что происходило, все инструменты. Некоторые инструменты для меня, например, остались до сих пор недоступны. Системная динамика. Если вы пойдете, вы поймете, это трэш. И тогда и скажу тоже про себя, что в следующем году я буду преподавать у вас в блоке коммуникаций, буду преподавать у вас SMM. У нас тоже случилась классная часть в блоке SMM. Когда я делала эту часть, мне сказал преподаватель, о, классно сделала, расскажи всем об этом. Поэтому в следующем году я расскажу вам, всем, кто придет, об этом. Вот. Так что да, спасибо, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Ася, спасибо большое, что вы очень были интересны, я пока еще не пришла к пониманию, что действительно я хочу делать, поэтому я пока продолжаю работать в маркетинге, вот, но в ближайшее время не могу гарантировать, что я и останусь там, но и не могу гарантировать, что начну что-то свое. Я считаю, что у вас как раз на рельсе вы встали. Влад, вопрос к вам. Раз у вас бизнес, вы говорили до, было до и стало после, до британки или после британки. Конкретно скажите русским языком пример, как вы улучшили свой бизнес самыми примитивными, простыми примерами, которые помогли вашему бизнесу встать. Смотрите, по поводу бизнеса, я три года всем этим занимался, очень сильно выгорел и ушел в собатикал вместе с началом учебы и, собственно, все это время занимался учебой в британке. Что? Собатикал? Восстановление, когда очень сильное выгорание. Да, я решил, что лучше я все это закрою. У меня вообще такая интересная история, что все, чем я занимался в большом счете, почему я в британку собственно пошел, я производил табак для кальяна. У меня был магазин табака для кальяна. Я занимался прокатом квадроциклов. Я строил недвижимость и сдавал ее в аренду. Это самые такие вот примеры. Я делал вот это вот, как это называется, методом научного тыка по наитию. А если конкретно рассуждать, то сейчас уже ты понимаешь, как нужно это все выстраивать. Во-первых, конкретный инструмент, хочу сказать, бизнес-модель. Во-вторых, ценностное предложение Астровальдера то же самое. Вот даже вот этот самый базис, когда понимаешь… А, ну и конечно же качественные исследования, когда ты… Ну сейчас это модно называть КАЗДФ, но это те же самые качественные исследования. Когда ты идешь и разговариваешь со своим потребителем и спрашиваешь, а что же тебе нужно. И потом внедраешь это в свой бизнес или думаешь, как перестроить бизнес-модель. Или, например, сейчас вот я уже штук восемь направлений, в которых я хотел бы развиваться, для себя перебрал. Я смотрю какие-то более диджиталовые варианты бизнеса, которые можно было начать. И уже просто так я не ломанусь выкидывать деньги, что-то начинать. Уже думаешь головой, уже думаешь, так, я пойду сначала поговорю с потребителем, спрошу, а есть ли у него действительно такая боль. И предложу какой-то его MVP, посчитаю рынок, действительно ли есть там деньги на этом рынке. Посчитаю юнит-экономику, схлопывается ли она или нет. То есть для меня человека, который до этого маркетинга знал очень поверхностно, где-то там один курс в интернете посмотрел, где-то там, но в основном, потому что бизнесом и операционкой занимаешься. Для меня это было просто вау. Но я думаю, что здесь такой еще вопрос, да, просто вы именно хотите услышать какие-то про продажи, что там у нас увеличились, не знаю, продажи настолько-то. Ну вот да, у нас хороший пример, это наша Полина. Да, Полина, отличный пример. Большинство из ребят, сейчас я объясню, во время учебы на курсе практически нереально запускать параллельно или делать что-то свое. Это ты устраиваешься на вторую работу, и это нереально. Но если говорить, например, про сейчас, у нас большинство ребят с курса либо как-то вместе сколлаборируются, кто-то коллаборируется с менторами, кто-то между собой, и все действительно сидят и обсуждают, рассматривают разные рынки, что можно делать. Но, конечно, за такое количество времени мы защитились месяц назад о том, чтобы пока запустить что-то свое, речи еще, да, соответственно, не было. Те ребята, у которых был бизнес, они применяли, у них есть там условные уже и цифры, и какие-то действительно вещи, которые вы можете фактически посолить на бумажке. Вот, например, Полина, но, к сожалению, я за Полину сейчас не могу точно сказать. Ну, она, например, ценностное предложение Астровальдер, ей прям очень понравилось. Целую книгу на курсе рекомендуют, она, по-моему, так и называется. Если кто будет читать, читайте на английском, потому что русский перевод, ну, там, не маркетолог переводил, читать невозможно. Да, наверное, тоже важный момент, что на курсе очень много инструментов и очень много вещей даются тоже, в том числе, да, на английском языке, да. На самом деле нет вопроса. Я хотела сказать большое спасибо, потому что я когда-то работала в компании в соу-партии. Здравствуйте! И, собственно, когда я работала на сочетании Абрау-лайв, как бы, да, 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 да. Вот, наверное, и у нас было колоссально меньше каналов продвижения, в основном, в этом маркетинге, потому что много крики из страны и закона про кого-то. И на самом деле, что, допустим, я посмотрела вашу компанию, чат-код и чу-ка-ки-каналов, и насколько классно интересно сейчас на это все смотреть, что просто вам. И, конечно, мне просто любопытство, что сказали коллеги из Абрау, как они отстали проект, или действительно ли они собираются на какие-то с телекомольным продуктом, или это просто их одна... Да, Абрау-сю интересно рассматривает запуск коктейльного направления на лето 23-го года. Ну, да, то есть... Да. Да, суть в том, что изначально они планировали делать газировку, и в процессе уже была газировка, которая называется Винанат на основе винограда, то есть там а-ля вкусы из серии на красном винограде, Сапераве, на белом винограде, но это далеко не то, что вообще может закрыть какие-то потребности аудитории. Да, там... И... Ну, очень хочется рассказать, что... Хочется рассказать. В общем, когда заказчик... Мы сначала думали, как, ну, сейчас газировочку сделаем, заказчик уже выпускает Винанат, мы такие, ну, надо что-то другое делать, зачем уже сделанное переделывать. И, ну, мы голову сломали с продуктом, что еще можно сделать. В принципе, мы придумали и Копаки, и приложение, и Винта, чтобы, ну, как-то выдвинуть уже готовый лимонад, чтобы не переделывать уже готовую работу. А потом мы аудиторию, собственно, прикопали еще разок и поняли, что текущий Винанат не удовлетворяет потребностям целевой аудитории. Да, и потом, как раз, когда мы уже говорили непосредственно с Абрау, мы, по-моему, говорили про коктейли, и они сказали, что да, мы рассматриваем для себя это направление, но они еще в эту сторону не шли. И, соответственно, все вот так вот сопало. Когда мы поняли, тоже у нас была одна из... один из таких моментов, что шампанское Абрау заняло максимальную долю на рынке, и там, в принципе, уже больше некуда расти. И тоже один из классных бонусов, мы понимали, что вот эта коктейльная история и безалкогольные лимонады, безалкогольные вот эти коктейли, что они еще могут продрайвить продажу их других продуктов. У них сейчас еще вышел джин Абрау, семь трав. У них, соответственно, можно еще продрайвить продажи как раз-таки шампанского. Так что все в этот момент, когда у нас наконец-то пришло это озарение, вот, у нас наконец-то все это схлопнулось. Тяжело. Ну, смотрите, как обычно бывает. Если все повезет, у вас команда, как у нас 4-5 человек, и все дойдут до конца, то вы остаетесь. Бывает у нас, мы единственная команда, которая до конца дошли, другие люди, которые не выдерживали, они уходили с курса по нагрузке. Да, потому что трудновато. по одному по-моему, по-моему, человеку. Да, но на самом деле, по моим подсчетам, если все нормально работают, то у вас учеба понедельник, ой, вторник, четверг у нас лекция, вечером, в воскресенье, полный день. Да, и вот у вас, соответственно, понедельник, среда и пятница, вечером у вас работа плавно перетекает в работу над проектом, потому что нужно жить проектом, иначе просто его не сделаешь. Ну, либо, да, либо субботу тоже можно как раз тратить на проект. И субботу лучше полный день тратить, ну, потому что чудес не бывает. Если ты хочешь действительно стать крутым специалистом, то, ну, будьте любезны убивать в это время, делать, переделывать, работать, стараться. Вот. Смотри, даже вот помимо, если мы берем не только офисных, у нас было очень много ребят с детьми, как мы уже говорили, то есть даже, например, Полина из нашей команды, у нее собственный, да, там, бизнес, она применяла инструменты проекта, она применяла инструменты в бизнесе, у нее помимо этого ребенок, конечно, у нас… Пять детей, четыре, три, сколько там? Да, да, соответственно, ну, то есть ты стараешься просто действительно как-то это все организовать, то есть часто, когда мы говорили, ребят, у нас в этот день созвон, там для ребенка условно няню, все остальные, извините, подождите, мы работаем над проектом. Даже говоря там касательно меня, у меня, например, тоже началась зона турбулетности с работами, с проектами и со всем остальным, и я понимала в какой-то момент, что я, даже человек, который не сидит в офисе, а работает, да, по проектной истории, то есть даже я начинала в какой-то момент разрываться, и я просто начинала тоже сходить с ума, и даже у меня в какой-то момент я сидела, и я просто такая, все, я забираю документы, я отсюда ухожу. Поэтому, да, это нужно понимать, что на это надо выделять достаточное количество времени и, да, работать над проектом, но реально, все реально. Могу успокоить, на самом деле, есть команды, которые приходят, и, ну, такие, ребят, мы просто диплом получить, как бы, ну, и приходят, как-то доучиваются, ну, конечно, стараться все равно нужно, там, конечно, оценки не самые лучшие, но до конца доходят. Но, конечно, знания, тут как, 80% знаний, которые ты получаешь, это все-таки не лекции, тебе дают инструменты, а все ты должен делать сам на практике. Еще раз. Да. Где вы брали базу для интервью, и как результат обучения в Бритнамке сказался на доход? На что на доход второй вопрос? Да. Это два вопроса. Первое. Как вы собирали базу для интервью? По респондентам, смотрите, мы сначала посмотрели на целевую аудиторию, у нас задача выйти на рынок газированных напитков, и мы идем и спрашиваем сначала людей, те, кто пьют газированные напитки, потом те, кто не пьют газированные напитки, и с ними со всеми разговариваем. Мы брали, нам повезло, например, у Полины, у нее же компания Полимед, мы сотрудников могли брать, которые из удаленных городов. То есть мы когда брали, в основном среди знакомых, но мы распределяли по уровню дохода и по геолокации, чтобы выборка была репрезентативна. А по поводу дохода? В том, что мы потом ушли в отпуск и отдыхали весь последний месяц и потратили деньги на отдых. Это самое главное, как изменился наш доход ровно после 2 июля. На самом деле, да, я до сих пор в себя прихожу, вот этот месяц. А по поводу дохода, кто как, кто-то еще в процессе учебы тут же уходит в консалтинг и начинает, собственно, перепродавать свои знания. Кто-то потом повышается по карьере, ну, в принципе, диплом британки довольно ценится. Вот конкретно я пока вообще ничего не делал. Я вот на последней фотографии меня видели, я лежу. Да, я уже сказала, я тоже отдыхала последний месяц и совершенно не готова, пока была морально, да, перейти к тому, чтобы договариваться на новые услуги, на новые проекты и так далее, и тому подобное. Тут важно сначала в себя прийти. Так, тогда, наверное, всем спасибо большое за внимание. Если у вас будут еще какие-то вопросы, мы будем сейчас находиться там, можете подойти, спросить, будем рады на все ответить. Спасибо. Спасибо.